Всем привет! Добро пожаловать на кинорассказ! Сегодня у нас краткий пересказ фильма «Гол. В надежде на мечту». Погнали! Сантьяго Муньес. Мексиканский эмигрант, у которого нет документов, живущий в Барио районе Лос-Анджелеса. Его навыки игры в футбол поразительны. Можно сказать, что он живет футболом. Но играть ему доводится лишь в местной футбольной команде. Его мечта – стать профессиональным футболистом. И он верит в нее больше всего на свете. А как известно, тот, кто верит сердцем, обязательно достигнет. Его отец Эрнан – садовник. Главный герой живет вместе с ним, бабушкой Мерседес и младшим братом Сезаром. И как это бывает в жизни, несмотря на свой талант, Сантьяго приходится работать простым официантом в китайском ресторане. Или помогать отцу в садовничестве. Именно в таких условиях мечта нашего героя закаляется еще больше. Но, будучи реалистом, тяжело надеяться на какое-то чудо. И поэтому Сантьяго просто живет, стараясь изо всех сил пробиться. Однажды его замечает Глен Фой, бывший игрок команды Newcastle United. Правда, сейчас он работает механиком в Англии, но все еще поддерживает теплые отношения со своим бывшим клубом. Глен Фой договаривается о том, чтобы Сантьяго прошел выступительные испытания в Newcastle United, которые недавно взяли к себе в команду Говена Харриса. Сантьяго в восторге. Его мечта сбывается у него на глазах. Чтобы эта поездка осуществилась, он начинает сильно экономить свои расходы. Но в один момент он обнаруживает, что денег нет. Их взял отец для того, чтобы купить грузовик, который бы позволил и ему, и Сантьяго начать новый бизнес. Потому что отец скептик. Ему кажется, что у Сантьяго ничего не выйдет. Казалось бы, мечта погибла. Это был его, возможно, последний шанс. Вот чем я занимаюсь! Вот чем надо в жизни мерить! Сантьяго возвращается к работе, утопая в рутине. Но внезапно его бабушка дает ему конверс с деньгами. Она говорит, что продала все свои драгоценности ради того, чтобы Сантьяго исполнил свою мечту. Сантьяго тяжело принять это. Но все же он соглашается и вылетает в Англию в тайне от отца. И вот Сантьяго в Лондоне. Он незамедлительно звонит Глену, и тот обеспечивает ему очень теплый прием. И вот долгожданное вступительное испытание. Все бы ничего, но Хьюги МакГоуэн ведет себя очень агрессивно по отношению к Сантьяго. Из-за этого Сантьяго не может раскрыться в полную силу. И не очень хорошо проходит испытание. Но Глен убеждает менеджера в том, что Сантьяго действительно сильный игрок. Он никогда раньше грязи-то не видел, вы же всунули его в это болото. Но ему нужно время, чтобы показать себя. И просит для него месяц испытательного срока. Сантьяго подписывает контракт на месяц. Во время обхода врачей он врет о своей астме, боясь, что это помешает ему попасть в клуб. Несмотря на агрессивные отношения со стороны Хьюи, нашему герою удается найти друга в лице Джеймса Дрю. Сантьяго удается адаптироваться к Англии и футболу в ней. Он ждет резвого матча в конце месяца, где решится его судьба как участника команды. И вот момент настал. Игра начинается. Сантьяго пытается воспользоваться ингалятором. Во избежание приступа во время игры. Но тут снова появляется Хьюи МакГовен. И разбивает его ингалятор. Ему приходится играть без ингалятора. Во время матча его настигают приступы астмы. Что в разы усложняет игру. В этом матче он сыграл плохо. И команда решает, что это провал. По дороге в аэропорт он встречает Гевина Харриса. И рассказывает ему о том, что случилось. Гевин настаивает на том, чтобы Сантьяго рассказал обо всем менеджеру. Менеджер разрешает Сантьяго остаться в резервной команде. Но при одном условии. Он будет лечить свою астму. Он переезжает к Гевину. И несмотря на их разногласия во взглядах на футбол, Гевин скорее плейбой, чем игрок. Они становятся хорошими друзьями. Отыграв несколько матчей и показав впечатляющие результаты, он впервые выходит игроком замены в основной клуб в матче против Фулхэма. Во время игры он и Гевин забивают решающие голы в пенальти. И выигрывают матч. Отец Сантьяго видит этот матч. Он смотрит его в баре и выходит оттуда с гордым лицом отца. Сантьяго был бы счастлив увидеть это. Менеджер сообщает нашему герою о том, что его игра и правда великолепна. Но то, как он пасует, хромает. В ту же ночь после матча они с Гевином едут на вечеринку и напиваются там. Эта фотография попадает в национальный таблоид, что очень злит менеджера. Их дружба с Гевином начинает рассыпаться. Джейми, его друг из клуба, получает сильную травму, из-за которой он больше не может играть в футбол. И его карьера оканчивается. В то же время в Лос-Анджелесе его отец погибает от сердечного приступа. Это серьезно ударяет по Сантьяго. Он ждет в аэропорту свой риес в Лос-Анджелес. Но внезапно решает никуда не лететь и пойти тренироваться в Сент-Джеймс-парк. И тренируется до позднего вечера. К нему приходит менеджер и сообщает о том, что именно он был выбран в матче против Ливерпуля. В день матча Гевин выводит команду вперед. Перед перерывом Ливерпулю удается забить два гола, а в последние минуты дополнительного времени Сантьяго помогает Гевину сравнять счет на 2-2. Но этого недостаточно, чтобы их клуб получил место в Лиге чемпионов Уэфа в следующем сезоне. За несколько минут до игры Гевин получает подножку, что дает возможность Нью-Каслу провести штрафной удар. Несмотря на некоторое напряжение в их отношениях, Гевин все же отдает Сантьяго штрафной удар. И Сантьяго удается забить. Клуб Нью-Касл побеждает со счетом 3-2. Глен рассказывает Сантьяго о том, что его бабушка Мерседес пыталась дозвониться до него. В разговоре бабушка упоминает о том, что его отец действительно смотрел матч против Фулхэма, узнав об этом от коллеги-болельщика. Сантьяго кричит Глену о том, что его отец все видел и гордился им перед смертью. Глен отвечает ему, что отец наверняка смотрит на него прямо сейчас. Сантьяго плачет от счастья. Прекрасный фильм, показывающий силу веры, о том, что нужно идти к мечте. В фильме также снялись реальные футболисты. Это один из лучших фильмов о футболе, который понравится как болельщикам, так и игрокам, так и обычному зрителю. Пока!